Написали проект и получили денежные средства на осуществление давнишней мечты в поселке Листвянский. На одной из остановок наконец-то появился павильон, где можно укрыться от дождя, снега и ветра. Реализация проекта стала возможной благодаря грантовой помощи конкурса стартапов «Со мной регион успешный». Установка павильона почти завершена. Новая, красивая, главная надежная конструкция будет защищать людей от дождя, снега и ветра во время ожидания автобуса. Остановочный павильон делают на совесть, чтобы простоял долго. Ветра её не снесут. Металлоконструкция из металла толстого, стройки, толщина стенки, сварена в четыре раза, с четырёх сторон. То есть закреплено всё на заклёпы. У нас самолёты на заклёпах летают. Заанкеровали, вглубились на бетон где-то 70-80 сантиметров и забетонировали. Сейчас сюда на площадке выровняли её ровненько и привариваем. Руки есть, будем работать, говорит Владимир Мышкин. Главное, чтобы сельчанам шли навстречу. Но первый шаг теперь листвянцы будут всегда делать сами. Важно проявить инициативу и правильно написать проект. Эта грантовая помощь оказалась как нельзя, кстати. У нас есть места очень много, даже в принципе, что необходимо поставить. И мы планируем, мы планируем ещё, наверное, проект написать, чтобы поставить ещё одну остановку. Социально важно. Не такой большой бюджет, но как бы зато дело сделано. Зато населению и всем удобно. В том числе и детям, и рабочим, и жителям, и бабушкам, и дедушкам, и детишкам. Всем удобно, поэтому почему бы и нет. Надо писать, надо пробовать. Ну, у нас вот так вот удачно получилось. Первый раз и сразу у нас красивая остановка. Конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее». Первый опыт в посёлке. Проект об установке павильона оценили в 50 тысяч рублей. То, что мы здесь сегодня его устанавливаем, это, конечно, очень положительный результат. И проблема вот в этом вопросе сегодня снята. Конечно, я хочу поблагодарить за это и жителей этого микрорайона, назовём его так, и команду депутатов, которые сегодня здесь занимаются установкой этого павильона, заместителя главы администрации Енина Алену Олеговну. Я всегда говорю, что вместе мы сила и можем сделать очень много. Сейчас, отметила Елена Курепина, ждут результата ещё одного конкурса от угледобывающего предприятия. Если его оценят и будет финансирование, в посёлке благоустроят парк. Деревья уже старые, и их пора обновить.